Всем привет, дорогие друзья! Это Хомячища, и мы продолжаем с вами играть в Амбиндастру. Значит, в прошлой серии мы начали копить с вами всякие ресурсы. Сейчас посмотрим, кстати, как с ними дела обстоят. Так, это они потихонечку копятся, потихонечку даже отправляются на орбиту. Накопили, между прочим, уже тысячоночку фазовой ткани. Так, суть да дело, потихонечку взяли да накопили. Так, я тут между сериями еще провел вот такую вот линию сюда. Потому что хуже от нее точно не будет. Сейчас мы вот сюда ее поставим. То есть она позволяет излишки вот этого производства, потому что излишка здесь дохрена, переводить на что-то более полезное. То есть вот сюда. Так, ладно. Что, нам надо ехать с вами дальше. Надо ехать с вами дальше, только вот этот говно кусок отсюда вытащить, как он здесь оказался, опять непонятно. Так, песочка у нас здесь не хватало. Так, ладно. На 70-е нам придут три босса. Мы точно об этом знаем. Так. Что, достроим? А, у нас не хватает ресурсов на то, чтобы достроить раевик. А каких? Графита не хватает, ребята. Графита. Нам не хватает графита. С графитом, кстати, реально косяк, потому что графита реально мало. Графита прям вообще ни о чем. И производится его еще мало, главное. Так, а что бы нам сделать для того, чтобы графита было зашибись? Вот здесь вот у нас есть внизу немножечко места. Может, мы это место, собственно, пустим под графит? Или вот это. Но нам тогда надо будет угля сюда придумать. Так, ну в принципе, угля, допустим, мы можем придумать вот отсюда. То есть мы поставим в воздушных бровых установках две штуки. К ним поставим, проведем просто трубопровод. Так, мы же можем протянуть здесь... Так, фазовый трубопровод. Фазовый трубопровод, кстати, нихреново так работает. Ну-ка, это будет так работать? Да, смотрите. Ой, бля, босс на 60-м уровне. Стоять, стоять, стоять. А, уже три босса, блин. Да-да, сдавите их гусеницами, ребята, нахер. Так, ну вы залетели не в тот райот, пацаны. Правда, я потерял половину... Да что там, половину. Практически весь боезапас пиратит закончится сейчас. Но это, строго говоря, похер вообще абсолютно. Так, это хорошо. Это хорошо, что мы так весело отбились. Это прям вообще меня радует. Так, воды до жопы. Хорошо. Так, воды до жопы. Это хорошо. Значит, отсюда мы можем смело забрать уголька. Так, смело забрать уголька. И, в принципе, где там у нас этот самый графитная фабрика-то? Графитная фабрика-то у нас вот она. В принципе, вполне мы можем ее, в общем-то, и применить. Так. Только она у меня, правда, на медленный конвейер рассчитана. Ну, их хер с ним, ладно. Сейчас мы поменяем на быстрые. Так, так у нас будет еще дополнительно мальца, мальца графита. Нам только надо будет эту мальца графита каким-то волшебным образом. Блин, при таракане теперь на базу. Вот это, чувствую, будет вообще непросто сделать. Так, ну, допустим, мы протащим здесь. Ну, вот что делать дальше, вопрос. Так, протащим здесь, потом протащим здесь. Потом, блин, ну это какой-то пиздец будет, конечно. Протащим здесь, потом протащим вот так. Или, блин, сразу где-то к этому графиту подцепить. Ну, к нему он херово будет подцепляться. Хотя, вот здесь вот можно. Так, если я вот это вот делаю, трогать не буду. И мы просто и дали вот это. Главное, чтобы он тут сейчас его не поломал нахрен. Так, допустим, вот так вот сделаем. Отсюда протянем сюда. А здесь цепанем сразу вот сюда. Не знаю, надеюсь, это нормально сработает. Так, ну, вроде нормально работает. Так, вроде работает нормально. Хорошо. Это хорошо, что он работает нормально. Так, эти штуки у нас тоже работают на максимум. Можно, в принципе, еще одну сюда штуку забахать. Но я не уверен, что она нужна здесь. Наверное, скорее всего, она здесь не нужна будет. Так, ладно, еще несколько мешалок графита у нас тогда здесь будет. Можно еще каких-то мешалок графита, на самом деле, придумать. Где-то, где бы их только придумать. Так, здесь у меня избыточная херня на графит, кстати говоря, уже есть. Можно придумать вот сюда мешалку графита. То есть, но тогда энергия у нас пойдет в минус. Или ничего не придумывать. Хер бы с ней, с этой мешалкой графита. Не, ну, слушайте, вообще, конечно, по-хорошему бы, наверное, и надо. Так, иначе что надо по-хорошему сделать? Надо, наверное, по-хорошему... Так, сейчас, погодите. Проложиться вот так. Эту фигню скопировать сюда. Тут вот вещь... Так. А если мы ее разберем, что будет? И чего хорошего, блин, из-за этого уже не получится. Так, стоять. Так, вот этот вот ерунду мы тогда отсюда убираем. Так. Тогда она, по идее, должна пойти побыстрее. То есть, у нас тогда отсюда пойдет жара. Да. Вот отсюда пойдет жара, которая будет прикручиваться. И вот отсюда пойдет тогда излишек. То есть, план какой-то такой. По идее, графита должно стать побольше, но это не точно. Ладно. По крайней мере, если переполнится графит, дальше все остальное пойдет сюда. Так должно быть лучше. Я надеюсь. Так, я надеюсь, так должно быть лучше. Тогда на этот графит мы сейчас наделимся роевиков. Так, кстати говоря, о роевиках. Теперь погнали сюда. У нас там прикрыто более-менее. А вот здесь вот ни хрена не прикрыто. И нам надо здесь будет сейчас делать... Прибежище этих самых роевиков. Ролевиков. Так, прибежище ролевиков. Так, сюда поставим куда-то. Нет, давайте его сначала распланируем, потом ставить будем. Нет, это в жопу. Так. Поставим как-то так. 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 И даже, наверное... Так, удали эту хрень. Удали. Так, молодец. Так. И даже, наверное, вот так вот поставим. Так, что у нас там дальше пойдет? Так, давайте для начала распределим, как мы будем все это дело питать патронами. Так, это у нас будет один ряд. Можно было бы, конечно, сделать только по одному ряду. А между ними проложить что-нибудь еще. Но мы на всякий случай задублируем, мало ли что. Что по одной, если фигню перебьют, еще второй канал остался. Тем более, они запасают себе там всякую хрень. Короче, лучше перебздить, чем недобздить. Так, после чего мы это все остальное захреначим так вот ториевыми стенами. Так, пеу-пеу-пеу-пеу-пеу-пеу-пеу. Так, хорошо. Это мы залили в ториевые стены. Здесь мы тогда сможем эту штуку тоже залить на всякий случай. Нужен ли мне будет этот титан? Большой вопрос, пока не знаю. Так, эту хрень мы тогда тоже зальем дополнительно в стены. А здесь пока не знаем. Так, поехали дальше. Значит, они могут резко рвануть и улететь на самый-самый верх. Так, если они захотят улететь на самый-самый верх, мы должны там их встретить. Свинец мне вот этот, в принципе, не нужен. Так, давайте вот так вот сделаем. Мы, в принципе, без этого свинца переживем. Мы, может быть, не переживем без вот этой нефти, потому что нефть это зашибись. А уж без свинца-то мы переживем точно. Так, дальше я на самом деле не уверен. Вот эту фигню, возможно, я еще буду использовать. А может и не буду. Давайте предположим, что буду. Тогда мы, значит, делаем распределение патронов вот с этой стороны. Так, тогда давайте вот так. Значит, а здесь переложим тогда, наверное... Здесь, наверное, переложим отсюда. Так вот. Так, у нас пойдут патроны распределяться в две стороны отсюда. Значит, дальше у нас пойдет линия, которая распределит сюда... И сюда, например. Вот такая у нас получится избыточная немножко хреновня. Так, и здесь тогда все остальное мы просто заливаем доп. защитой. Вот так вот. То есть им надо будет нормально отстреляться, перезарядиться. Они, скорее всего, не успеют. То есть им надо будет за залп, получается, снести любого, кто сюда придет. Поэтому мы их сделаем, чтобы их было до хрена, но сильно безопасно... Заботься об их безопасности нам не нужно. Даже если их разнесут после залпа, уже, в общем-то, и строго говоря, и похер. Так, вот этот пока зальем хотя бы вот так. И вот этот конвейер тоже, на всякий случай, немножко защитим. Так, ну да. Здесь титан, который можно будет еще применить. Так, титан, который можно будет применить. И, по идее, на них бы еще неплохо было бы где-то здесь скорострельности накинуть бы. Скорострельности до щитов. Ну, сможем ли мы накинуть на них скорострельности до щитов, хрен его знает. Так. Ну, куда-то вот сюда бы, на самом деле, не помешало. И скорострельность, и щита. Щиты. Щита. Щита, щиты. Так, если мы уберем вот эту хрень, мы сможем поставить вот такую балалайку. Сюда прям напрашивается, мне кажется. Так, если мы уберем вот эти вот штуки, тогда сюда можно будет поставить сверхпроводный проектор. Или вот сюда. Сюда давайте поставим. А генератор щита, силовой проектор, у нас занимает сильно больше места. Его можно тогда вот сюда поставить. Так, красавец, просто красавец. Теперь давай ты вот это вот дело уберешь отсюда. Давай. Не хочет, гадина. Прям хоть еще самолет и таких построй себе. Так, ну ладно, сейчас стены закончатся. Тогда, наверное, все должно у нас стать нормально. В плане отражения атак. Нет, по-моему, пока они все это не построят на все ресурсы, они не успокоятся. Кстати, вот этих говнюков тоже стало больше, я заметил. На них бы что-нибудь, какой-нибудь импульс на оружие бы поставить. Но импульс на оружие у нас пока не стреляет по воздуху, а это херовато. Так, ну уберите уже это говно, вы задолбали. Наконец-то. Так, давайте тогда поставим все силовые. Блин, может силовой нахер не нужен? Как он стажет энергии? Ну, поверьте, он так отжирает энергии на самом деле. Ладно, уже сделали хер с ним, пусть стоит. Немножечко прикроют здесь тылы, если что. Так, сюда патрон вообще доходит. Но еще просто пока не успели, я думаю. Да, долговато они сюда идут, конечно, патроны. Но мне сильно быстро-то, в общем-то, и не надо. Главное, чтобы они проходили и равномерно абсолютно всю эту штуку питали. Питали боеприпасами. В принципе, для такой задачи такая система годится нормально. Там, наверное, глюки в расчетах. То есть он пытается сюда-сюда запихнуть, отсюда-туда. То есть они там по округу бегают. Но, строго говоря, похеру. Так, 66-я волна. Не помню, будут ли боссы на 70-е. Я думал, что на 70-е будет, но, возможно, они немножко рандомные. Так, сейчас мы тут возведем все торевый дефенс. Нормальный такой. Так, электричество сильно скачет. Ну уж, ладно. Так, на эту опять что-то не хватает. Скорее всего, того же самого кремния и не хватает. Так, что у нас тут? У нас тут нормально. Даже чинить особо нечего. Так, ну тут у нас проблема за счет того, что надо постоянно кормить. А, зато здесь, кстати, хорошо все, смотрите, как здорово. Хотя боеприпасы сюда не дошли до сих пор. А сюда дошли. Короче, до самых отдаленных боеприпасы идут очень долго. Так, давайте мы реально здесь закончим внизу, чтобы здесь вообще все было хорошо. Так, ну здесь я практически, блин, забаррикадировался по-черному. Да, здесь боеприпасы, нет, здесь уже есть. А вот здесь еще нет, сюда еще не дошли. Да, идти они, кстати говоря, будут не быстро. Так, ну, здесь вроде как все. Да, здесь настолько все, что ребята аж дальше полетели. Все, забили, забили хрен на мои тут планы. Так, все, ребята полетели дальше строить. То есть они иногда летят, иногда не летят. А что-то зависит от одного бога известно. Так, а можно посмотреть, что здесь происходит? Хочу хотя бы немножечко глянуть. В общем, пока здесь, я смотрю, ничего не едет особо никуда. Так, а здесь? Так, ну здесь понятно. То есть они должны сначала доехать сюда. Так, ну-ка, давайте мы вот те, которые граничат, давайте мы, наверное, поставим вот так, чтобы я хотя бы просто видел, куда они идут, не идут. Так, ради интереса. Так, ну и дальше боеприпасов до жопы. В таком случае. Насколько я вижу. Так, вот здесь вот, кстати, такая хрень нужна. Так, здесь такая хрень нужна, и здесь вот такая хрень нужна. Так, хоть посмотрю, куда боеприпасов уже дофигища, куда нет. Так, кого-то там расстреляли, я смотрю. Легионы. Что это за достижение, интересно? Видимо, я что-то там разломал великое такое, эпичное. Так, ну здесь однозначно переполнилось. Переполнилось все, жидкости здесь нет, они, в принципе, и не нужны. Здесь внизу еще, кстати говоря, А, ну я понял, почему нет. Потому что он их туда-сюда гоняет. Вот почему нет. Так, вот почему нет. Ну вот с этим и должны были быть проблемы, да. Здесь с этим проблемы должны были быть. То, что он их туда-сюда гоняет, это хреново, от этого надо избавляться. Потому что он тогда никогда не переполнится, и в этом ничего хорошего не будет. Эта штука тоже должна переполниться. Здесь, кстати, боеприпасов нет. А боеприпасов здесь нет, потому что они сюда не доходили до этого. Да, потому что он их по кругу гонял, и боеприпасы в итоге сюда не поступали. Надо вот эти вот места все ликвидировать. На, все, боеприпасы пошли теперь. Все такие места с круговой порукой надо ликвидировать, которые в итоге выходят на конвейерную ленту, и все получается через жопу. Так, давайте, наверное, вот здесь такие штуки сделаем, посмотрим. Так, здесь такую штуку сделаем. Товарищ приехал починиться. Так, надеюсь, ребята-то почти все построили, между тем. Ну, что, молодцы. Молодцы, что я могу сказать. Здесь у нас, правда, нет патронов. Ну, пока он не заполнит нормально низ, патронов, скорее всего, там и не прибавится. Поэтому пока торопиться не будем. Так, все, здесь уже переполнилась линия. Это хорошо. Сейчас должна, по идее, переполниться внизу. Так, отсюда у нас что-то идет. Здесь, кстати говоря, нам ничего не надо. Здесь, кстати говоря, тоже. Так, все, последний блок у нас пошел заполняться патронами. Здесь у нас все в боеприпасах уже есть. Должно хватить на один залп. Прям так хорошо должно хватить на один залп. И здесь у нас недостаток свинца. Но я не буду ничего переделывать ради того, чтобы здесь что-то поменять. Так, уголь у нас отсюда уходит. Да, уголь отсюда уходит нормально. Фазовые ткани делаются, уголь уходит, тори хреначится, все остальное добывается. Я надеюсь, что отправляется. Что-то направлялось, кстати говоря, дерево технологий. 2850 графита у нас в итоге. Ну, отправляется, но не быстро. Большая фазовая стена. Ну, это тоже такое. Большая кинетическая спина. Накапливает заряд при контакте с пулей. И упускает его случайным образом. Разлепещается на нескольких плитках. Может, мы большую стену из кинетического сплава сделаем? Отражает большинство пуль при ударе. Отражает вообще. А вот это накапливает. Мне вот интересно. Идея с накоплением, она мне очень нравится. Вот, большая стена из кинетического сплава. Так. Которая покрыта, допустим, вот они, большие стены из кинетического сплава. Так, вот эту фигню мы уберем, например. Посмотрим, что они там накапливают. То есть, они накапливают типа пули, а потом их бух! И жахают во врага. Я это так понял. Так, хорошо. Ребята у нас там строят. Ну, вот такой вот у нас получился рядочек рывичков. Хватит ли нам этого для защиты? Хер его знает. Но больше у меня никогда не было. Сейчас мы, получается, прикрыли вот здесь. Вот только по центру они могут пролететь. То есть, они могут пролететь вот через эту штуку, прямо сюда, и здесь его зажахать. То есть, последняя, наверное, штука, которую надо будет исправить, это вот это вот конкретное место. Его исправим, и, наверное, все. Я надеюсь. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем сделать вот так. Например. Не-не-не-не-не, вот так не надо. Вот так. Так, попробуем сделать вот так. Поставим здесь такой вот маршрутизаторский. Так, вот эту вот хрень давайте проведем отсюда. Так, вот этот маршрутизаторский, пусть у нас работает вот так вот. А здесь тогда закроем. Вот так. Так. После чего все закроем вот так. Оп. Так, ну, допустим. Дальше я хочу закрыть вот эту вот часть, чтобы она тоже была как-то более-менее защищена. И вот эту. Здесь, правда, есть вода, которую можно пустить под охлаждение и под скорострельности. Наверное, мы это, кстати говоря, сделаем, а чё бы нет. Так. Так, 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 так. Можно было бы, кстати, это вот пустить сразу на несколько вариантов. Но мы это делать все-таки не будем. Жопу. Вот так пусть будет, и все. Можно было бы наделать. Ну, их хер бы с ней. Это уже принципиально ни на чём не скажется. Так, вот эту вот хрень мы забаррикадируем. Так. Давайте здесь достроим, чё сможем достроить. Так, а чё-то я здесь титановые стены решил поставить? Ложанулся, да, немножко. Ну ладно, пусть будут титановые. Пусть будут титановые. Так, вверх. Это у нас переполнилось. Низ ещё нихрена не переполнился. Но боеприпасы уже практически дошли до конца. Не до самого, но... Так, короче, последние несколько пушек у нас осталось нестреляющих. Так, здесь всё переполнилось. Здесь всё хорошо. Ну и в итоге у нас теперь не доходит до верха. То есть мне бы ещё какую-нибудь мешалку пиротита, наверное, имело бы смысл сделать. Так, и чё там у нас? Семидесятая волна. То есть если я сейчас волну проёбываю, то дальше уже только восьмидесятая. Но я её, естественно, не буду трогать, эту волну. Зачем? Вот это вот место, конечно, меня смущает. Сверху вроде как нормально. Осталось только... Так, вот, кстати, дайте посмотрим. Накапливает пули. Накапливает пули. Да, по-моему, она накапливает, а потом назад стреляет, типа, электрическим разрядом, если я правильно заметил. Ну, нормально. Только, правда, её практически захерили только что. Со здоровьем, по-моему, у неё всё немножко похуже обстоит. Так, а если так, например... Если, например, вот так мы сделаем... И здесь проделаем тогда вот такую дырку. Я хочу просто усилить эту группировку, чтобы отсюда никто не пролез. Так, чтобы отсюда никто не пролез. Остатки залить бетон. Так, и теперь вопрос вот здесь. Здесь, наверное, мы тоже сейчас всё зальём просто в бетон. Так вот, слой за слоем. Просто вот так вот всё возьмём и закатаем. На то, чтобы это пробить, потребуются залпы. Эти залпы, которые пойдут, чтобы это пробить, не пробьют чё-нибудь ещё. Так, ну вот здесь не знаем. Чё-то здесь надо сделать. Насчёт того, что это будет именно защита, пока не уверен. Так, что здесь у нас? Давайте посмотрим. Так, ну большую часть здесь достроила. Но с патронами, походу, здесь пока всё ещё плохо. Так, хотя они не так, что и плохо. Ну, в общем, практически все дальние уже с патронами. Так, здесь у нас маршруты для заполнения патронами имеются. Здесь имеются. Так, и здесь у нас всё идёт с этой стороны. Но здесь патроны, да, уже должны быть. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Тогда давайте пока отделим эту ерунду отсюда. Зёрна от плевел. Ну, и теперь остаётся надеяться, что вот этого хватит для того, чтобы отбиться от больших рядов боссов. Пока мы будем копить себе всякую фазовую дребедень и всякие другие вещи, чтобы что-то из этого сделать. Давайте посмотрим, что у нас теперь с производством. Так, зелёные квадратики производятся, но плохо. Потому что здесь у нас метастекло опять пошло в гору. Его иногда у нас дохрена, иногда очень мало. Так, у нас очень мало кремния. Графита, графита, не кремния, а графита. Графита у нас прям вообще не очень. Его прям катастрофически не хватает. Его прям нужно много. Так, титана у нас дохрена. Всего остального, в принципе, дохрена. С графитом только проблемы получаются. Ну, а с этим мы особо ничего не сделаем. Нет, можно, конечно, притащить вот откуда-то отсюда ещё угля. Но принципиально вопрос это не решит. Так, зелёной конетельки здесь полно. То есть нам по факту... По факту у нас всё есть. Нам остаётся только ждать. Ждать, 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 ждать и надеяться. Так, только с энергией могут быть проблемы. Хотя, вроде как, тоже неплохо получается. В общем, упираемся мы по факту только в графит и в энергию. Если захотим делать какие-то энергетические пушки или ещё какую-нибудь другую интересную херню. Во всём остальном тут всё нормально. Кремния нормально, графит только ненормально. Так, ребят, а чё тут строите? Ну, ребят, строят, ладно. Ребят, строят, пусть строят. Ничего не имею против. Строите, стройте, ребят, стройте. Я что вам? Я вообще не вмешиваюсь в ваши процессы. Хотите строить, стройте. Так, чё у нас там накопилось по фазовой ткани? Накопилось чё-нибудь? Ничего не накопилось. Нам нужен сраный графит по-прежнему для того, чтобы открыть торевый реактор. Но зато... Ковровые бомбардировщики. Так, вот командный центр. Команд над перемещением боевых единиц. На него нужен был кремний и, сука, графит. Если я сейчас графит потрачу, то дальше всё жопа будет. Показывает подразделение собираться вокруг командного центра атаковать вражеское ядро или отступать к ядру фабрики. Если вражеское ядро отсутствует, единицы будут патрулировать при команде атаки. Ну, то есть, таким образом мы можем заставить все наши самолёты атаковать. Хочу командный центр. Так, я хочу командный центр. Где он? Это что такое? Что такое командный центр у нас? Здесь? Так, командный центр. Вот он он. Я хочу, чтобы командный центр был рядом с моей базой. Чтобы, если что, вы отбивали именно её. Атака. Атаковать. Отступать. Точка сбора. Атаковать. Так, теперь эти ребята должны в режиме патрулирования находиться. Правильно я понимаю? То есть, если какая-то падла придёт. Давайте придём падлой. Так, падла, приходи. То они должны сейчас на неё резко все наброситься. По-моему, они на неё не хотят набрасываться. Может быть, потому что здесь точка высадки. То есть, грубо говоря, пока они находятся в куполе, нападать они не могут. Возможно, поэтому. Так. Достроим всю эту канитель. Теперь вопрос, что с графитом делать. Если ждать, пока он переполнится, я боюсь, что мы не дождёмся этого никогда. Так что, наверное, надо делать отдельную графитницу, которая будет отправлять его просто чисто на базу наверх. Сейчас мы возьмём где-нибудь какой-нибудь уголёк. Вот этот, например. И сделаем здесь отдельно графитную херню, которая будет всё это дело пилить нам наверх. Я думаю, что так. Так, сейчас мы возьмём графитницу. Так, возьмём графитницу, поставим её, как бы, только поставить. Ну-ка поставим её сюда, чё бы нет. Так, чё бы нет. В него... Давайте пневматическими, чтобы сильно не нагружать мне систему. Давайте сделаем вот так. Так, боссы, 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 стоять. Пока стоять. Так, сколько их? Их уже четверо. Так, не расходуйте все боеприпасы, падлы. Ещё с боссами сражаться. Так, атаковать нахер. Так. Ну, хоть кого-то убьют. Бля, пиздец, меня убило. Так. Всё, боссы вскрысили. Ну, пролетели они, надо признать, довольно далеко. Ещё и раздолбали раевик, пока летели. Но ребята его восстановят. Так, вот то, что они восстанавливают повреждённые, уничтоженные штуки, это просто цены нет этим самолётам. За это можно просить любой тупняк за то, что они делают. Потому что вручную то просто не всё даже заметишь, что высоты птичьего полёта. Они всё замечают. Всё знают, свалочи такие. Только теперь, поскольку меня убили, вот это вот достроено не будет. Правильно я понимаю? Ладно, хорошо. По крайней мере, не очень большой план строительства был к моменту моей смерти. Так, ну, пока неплохо, но надо укрепляться ещё. Я заметил, что не очень-то у нас весело получилось. Ну, по-моему, это будет очень мало. Хотелось сэкономить электричество, но что-то, походу, не получится. Настолько мало, что даже не стоит внимания. Так, хорошо. Значит, надо всё-таки будет достать такие вот воздушные хрени и запилить к ним такую вот водичку, наверное. Так, вот, к ним запилить водичку. Потому что гладиолус. Так, нам надо будет тогда вот так вот поставить. Вот так, вот так, вот так. И проложить, 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 проложить вот так вот ещё. Так, тогда мы отсюда сможем забрать конвейерную ленту, запихнуть её сюда и запихнуть её вот сюда в итоге. Так, вот это говно надо вернуть. Так, прекрасно. Главное, чтобы у меня энергосеть не нагнулась от таких вещей. Энергии нет. Так, ладно, ещё тогда вот отсюда. Так, по идее, оно должно быть получше. Но теперь энергия начала уходить в минус. Так, из-за таких вещей я начала уходить в минус. А нам надо её запихнуть ещё вдобавок ко всему в... Так, где-то пускай площадка. Пускай площадку. Так, весь этот графит надо прям целиком отправлять наверх. Тот графит у нас для строительства, этот графит у нас для отправки ввысь. Но с другой стороны, сейчас перестанут так работать быстро. Сейчас, потому что с такой скоростью просто тупо закидывать не сможет. Или сможет. Непонятно. То плюс, то минус, то непонятно. Можно, кстати говоря, здесь что-нибудь ещё в каких-то электростанциях подпалить. Но, судя по всему, они сейчас перестанут так быстро работать. Соответственно, перестанут столько жрать. Так, ладно. По крайней мере, графит у нас пошёл. Так, а чё здесь происходит? Так, по-моему, сюда не доходят патроны. Да, боеприпасов не хватает. Здесь не хватает боеприпасов. Не хватает их, наверное, из-за свинца, я так подозреваю. Да, свинца здесь маловато. Но, в принципе, их не хватает, потому что мы только что по боссам отстрелялись. Если бы не было такого количества боссов, всё было нормально. Но, в этой связи, скоростральность нам вообще не нужна. Так, а чем бы их можно было бы ещё заправить? Так, раевики. Может, мы ещё какую-нибудь волшебную хреновню для них пока придумаем? Пиротитом, а ещё можно кинетическим сплавом. Но кинетическим сплавом, я хочу сказать, что очень дороговато заправлять их. Так, ну, самолётики стреляют. Молодцы. Самолётики стреляют. Пока у нас здесь нет боеприпасов, самолётики вполне себе отстреливаются. Да, ну, конечно, с пиротитом желательно бы что-нибудь придумать. А ближайший свинец, который был, ну, где-то вот здесь вот у нас остался. Я его теперь уже не найду. Да и тащить его на базу тоже такое себе. Либо притащить вот отсюда. Но это тоже будет непросто. Даже если я захочу отсюда притащить свинец, можно просто тут подождать, на самом деле. Вот этот вот момент меня только смущает. Они по факту практически пролетели. И рано или поздно они смогут пролететь совсем. Вот этого я, честно говоря, очень сильно опасаюсь. Пролететь они смогут. И если они пролетят, они мне здесь убьют просто вообще всё. Ну и чём мы будем делать с этим? Ещё дополнительно укрепляться. В принципе, мы можем поставить ещё несколько рядов вот здесь. И немножко дополнительно укрепиться вот тут. В общем-то. Нам тогда надо будет притараканить отсюда бы припас. То есть вот так вот мы можем тогда притараканить отсюда бы припас. Так. Так вот его сюда пригнать. Например. Мне кажется, что пора энергетическое оружие, наверное, какое-то. Хотя, с другой стороны, я смотрю, их стены просто отстреливают. Они просто отбивают тупо стены. Они пробивают сначала щита, потом их стены просто выносят в нули. Но по энергии мы, кстати, сыпемся вниз. Так, ладно. Давайте тогда всё-таки рядочек рыбичков-то мы, наверное, здесь с вами придумаем. И ещё дополнительно. А то чё-то как-то ссыкотновато получилось. Не то, чтобы они прям прошли, но мне показалось, что они очень уверенно себя чувствовали. Слишком уверенно для такого количества пушек, которые у меня тут стоят. То ли они пытаются теперь по пути наименьшего сопротивления идти, то ли это просто тупо рандом, что скорее всего. В общем, непонятно. Так, перекрёсток нам надо поставить сюда. Так, мы как-то вот так вот сделаем дальше. Ну что ж. Хорошо, ладно, поставили такую херню. Давайте тогда её забаррикадируем здесь. Так, ну дальше пока на боссов я уёбываться не могу. Мне теперь надо, чтобы пиротита наполнилась. Достаточное количество. Так, следующая волна у нас... Ну да, энергии у нас нихрена не хватает. Так, чувствую, надо брать отсюда весь избыточный уголь и, наверное, делать ещё одну электростанцию. Есть у меня такой подозреньца. Так, а мы можем взять весь вот этот блок отсюда нахрен? Так, надо подать сюда уголь и воду. Так, ну-ка. Если мы его отсюда перенесём вот сюда куда-нибудь. Где же место есть? Место здесь есть, но места здесь ещё мало. Так, ну если мы снизу подадим, допустим, воду... Так, сейчас, погоди. Как бы нам так придумать-то? Места здесь прям вообще реально мало. Место, в принципе, есть вот тут. Но тоже не ахти. Не, ну что, тогда надо делать, насколько позволяет возможности. То есть, насколько сможем сделать, настолько и сделаем. Так. Только вот здесь вот с уголём тогда будет жопа. Иначе вот этот вот угольный блок мы отсюда убираем. Вместе, кстати говоря, вот с этой хреновнёй. Так, оттуда у нас должен пойти уголь. Я так понимаю. Так, ну допустим, он пойдёт вот так. Мы там поставим блок. И отсюда запустим угольку. Не так вот так. Так, запустим отсюда угольку. Так, надо всё построить. Потом лишнее удалим сейчас. Так, давайте-ка мы, наверное, пару больших силовых узлов сюда воткнём. А то даже, может быть, и не пару. Так, ну допустим, к общей сети мы их подключили. Теперь мне нужны насосы. Которые отсюда подкачают маленько водички. Так. Которые маленько подкачают водички и отправят её сюда и сюда. Для этого нам надо будет жидкостные маршрутизаторы поставить. Так, жидкость. Жидкость должна пойти. Так, жидкость пошла. Жидкости вопросов нет. Теперь есть вопросы с тем, откуда у нас что-куда пойдёт здесь. С этим вопросы есть. Так, вот эту фигню надо будет, получается, разломать. Вообще, зачем здесь перекрёсток, кстати, непонятно. Избыточный затвор. Так, ладно, давайте поставим туда тоже сюда избыточный затвор. Избыточный затвор здесь на самом деле нахер не нужен. Так, ну ладно, пусть пока стоит. Так, с водой здесь всё очень плохо, потому что сюда она подцепиться не может. Значит, мы эту штуку отсюда убираем. Так, сюда она тоже не может подцепиться. Хотя, кстати, могла бы. Ну ладно, здесь не критично уже. Так, тогда ещё один избыточный затвор надо поставить сюда. А, не, подожди, не сюда. Сюда надо поставить избыточный затвор. Вот эту хрень мы даже вот так вот её проложим сейчас. То есть, типа, если у нас здесь переполнилось, то дальше у нас вся эта хрень идёт на поднятие энергии. Эй-эй-эй, это что ещё такое было? Это как это так получилось? Сколько там было летунов, что они до сюда долетели? Охренеть. Так. Нехорошо. Нехорошо. Блин, ну угля здесь очень мало получается Угля здесь получается очень мало Хотя здесь как бы в плюс мы получается вышли, но угля все равно очень мало Так, надо придется тогда делать себе ту самую хрена в нем, центрифугу придется творить В таком случае То есть придется тогда ставить сюда пару роторных насосов, может быть вот так, например Так, обводить вот такую вот штуку Так, переводить это все, так, где у нас там угольная центрифуга Так, переводить это все в угольную центрифугу Например, вот таким вот образом Так, переводить это в угольную центрифугу Ставить здесь, соответственно, жидкостные маршрутизаторы А потом обратно все это гнать вот сюда Так, все отсюда пойдет нормально угля Даем стороне угля Так, тут что-то немножко неправильно получилось у нас Вообще, нахер его берем отсюда, не нужно здесь Что у меня такое смутное чувство Что я делаю немножко неправильно Так, мы, наверное, как сделаем Мы делаем, наверное, вот так Пусть он весь идет туда А уж если он тут переполнился, тогда пусть идет вниз Так, отсюда через вот это мы сейчас должны будем получить немножечко доп. энергии Я надеюсь Так, вода здесь есть Так, вода здесь есть, уголь здесь есть Теперь осталось только соединить одну энергетическую сеть с другой Потому что сейчас они, по идее, не соединены ни хрена Так, теперь, по идее, соединены Вот, теперь у нас плюс 4 куска Сразу резко образовалось Угу Образовалось резко плюс 4 куска Ну, че Хорошо Теперь вопрос, что делать дальше Теперь нам по-хорошему надо копить, копить, копить и копить Плюс одновременно копить, соответственно, патроны Патроны сюда до сих пор так и не дошли Потому что не успевают просто тупо Да, у нас слишком мало ее производится То есть мы все-таки уперлись в количество производимого пиротита Рано или поздно это должно было произойти И оно, в принципе, произошло То есть если очень хочется дальше что-то классное делать То тогда надо подать сюда каких-то дополнительных боеприпасов А с дополнительными боеприпасами не очень все здорово Потому что стреляет он либо пиротитом Либо взрывчатой смесью Либо кинетическим сплавом Но стрелять кинетическим сплавом, извините Это очень большое расточительство, на мой взгляд Так, стекло здесь, я смотрю, практически переполнилось Так, кремний, графит Графит не переполнился ни хрена Ну да, кинетического сплава я набрал только тысячу За все это время Да и вообще ни о чем Так, хорошо Что у нас с делом технологии? Давайте идем смотреть На реактор у меня до сих пор ни хрена нет А теперь у меня свинца нет на Толева реактор Ни хрена себе Блин, ну 7 тысяч свинца Это что-то пиздец, какие-то цифры пошли Испепелитель Массивная лазерная пушка заряжает и стреляет постоянным лазерным лучом ближайших врагов Требуется охлаждающая жидкость для работы Вот это, я так понимаю, хель, которая должна прям уничтожать в конце прям все Мне так кажется Но мне нужно очень много всякого говна Я столько даже не уверен, что наберу Ну, что, тогда дальше что мы сделаем Мы, наверное, сейчас посмотрим Либо сюда свинца пригнать Но быстрее я уже здесь не сделаю ничего Но, кстати говоря, знаете что, давайте проверим Вот эта вот хрень, которая проектор Силовой Нет, не силовой А сверхпроводной Она не распространяется вот на эти штуки случайно? Я хочу сверхпроводной проектор Не может она ускорить еще вот эту хрень заодно? По-моему, она ускорила только что ленту По-моему, она вообще все ускорила Так, скорость 7.68 А если я его уберу? Не, она нормальных ускоряет Скорость 5.7 Так, значит через проекторы это можно все-таки сделать Потому что мне изначально показалось 7.68 Так, а если я еще один такой проектор сюда воткну? Все-таки она 150% дает по всему Так, все равно 7.68 Не стакается Понятно Прочем, проектор позволяет Увеличить одну какую-то хренотень Понятно Ну ладно Это все равно очень хорошо Так, это нам даст больше пиротита А больше пиротита это заебись Можем, кстати, еще вот сюда такой же поставить Ну-ка, давайте попробуем Так, по идее Должно нам дать еще больше пиротита Нам просто нужно очень много патронов Мне кажется, он и ленту ускорил По-моему, ускорил вообще все абсолютно Ну да, пиротита, по-моему Поехала сильно побыстрее после этого Да, он ленту тоже ускоряет Ну, это сурово Это прям очень сурово Надо таких проекторов понаставить тогда В таком случае Выход энергии не ускоряет Но ускоряет зато все остальное Смотрите Пиротита поехала, мое почтение Так, ну, собственно Че, 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 собственно и требуется Так Лечилка наша приехала Так, сейчас у нас должно пойти еще больше пиротита Так, давайте максимизируем пиротит Ну, максимизируем пиротит Так, как нам максимизировать пиротиту По-моему, тут и так все неплохо Но можно еще сюда воткнуть Так, ну-ка, дайте еще сюда воткнем тогда проектор Ну-ка, давай генерируем мне эту говно На лопате полную версию Так, ну, по-моему, с пиротитом все стало резко хорошо Только что Да, прям резко хорошо стало все с пиротитом Так А куда бы нам тогда еще такую волшебную вещь присунуть Может быть вот сюда Если она дает скорость конвейерной ленте То, соответственно, если мы сделаем вот так У нас должно пойти сильно больше кремния Потому что она в оконцовке дает нам вот такую прибавку Сейчас посмотрим Кремния должно пойти до жопы Этой штуке, на самом деле, не уверен, что пошло до жопы Но, по-моему, тоже ускорилось Интересно Интересно Интересные дела Слушай, ну, кремния, по-моему, пошло сильно быстрее Да, кремния тут прям вообще хреначит Кремния хреначит, стекло хреначит Здесь... Что здесь? Здесь свинец Так, здесь у нас свинец Ну, свинец у нас просто здесь дублируется на стекло Которое... Зачем, кстати, оно нам нужно, непонятно Да, здесь свинец вообще даже не стакается никак в итоге Ну, короче, просто не доходит тупо Из-за того, что вот часть дублируется вот сюда На производство стекла Которое, нахрен, никому особо не надо Ну, ладно, пусть отправляется на орбиту Хрен с ним Что с ним делать-то вообще В итоге у нас все отправляется на орбиту Это у нас отправляется на орбиту Так, энергия у нас, в принципе, паритична Так, давайте тогда вот эту вот штуку подкорректируем тоже Так, поставим сюда силовой проектор Сюда силовой проектор Сюда силовой проектор Сюда силовой проектор Они, конечно, энергии жрут А сколько, кстати, они жрут? Так, 210 единиц энергии в секунду потребляет Однако Ну, зато, по-моему, здесь все настолько сильно ускорилось сейчас На, включая торий Мне кажется, это прям то, что нам надо А энергию мы сейчас за счет этого получим тогда Так, ну тогда здесь силовой проектор Сверхпроводной, вернее, проектор Тоже бы не помешал бы Вот так хотя бы Так Да и здесь тогда не помешал бы Вот вопрос только, что я выиграю И выиграю я за счет этого что-нибудь вообще Так, ну-ка, где там у нас Вот эта канителька-то находится То есть, по идее, мы можем Вот эту вот критическую часть Прокачать за счет этого То есть, она у нас вот так вот проходит И мы можем ее взять и качнуть Так, только она у нас не пересекается Теперь в итоге Ну да, она достает досюда А дальше она не пересекается Ладно, хрен с ним Не будем ее качать, наверное Вот здесь вот, кстати говоря, можно А дальше, наверное, бессмысленно От двух Вернее, от 1200 до 3000 Наверное, все-таки зря Я думаю, что не нужна она, наверное, здесь Здесь только вот сюда поставить Сюда может быть Она тогда раскачегарит у нас вот эти штуки Отсюда пойдет просто тупо больше угля Да, вот сюда еще, наверное, можно Сюда еще можно А вот сюда я на самом деле не уверен Мне кажется, она больше жирает, чем пользу приносит Потому что это получается 600 Наверное, это излишне слишком Слишком излишне Даже не то, что 600 Тут вообще пиздец сколько Я думаю, что нам столько не надо И так, потому что нормально О, плюс 5000 Вот нормально, да Так, ну что ж Нам нужен какой-нибудь босс Посмотреть на него Чтобы понимать, что делать дальше Так, по идее, у меня Пиротитом Вот на пиротит я не жалею Еще такую штуку поставил Значит, весь нижний блок У меня пиротитом загрузился Не загрузилось У меня вот эта, получается, часть Да, вот сюда у нас по факту Не достает До сих пор Так, здесь у нас загрузилось все Наверх пиротит уже встал Хотя странно, почему он встал Потому что здесь явно Хотя, не, погодите, смотрите Здесь все боеприпасы заполнены Ну, неплохо То, что он здесь встал, это неплохо Так, а что у нас здесь по центру? А вот по центру у нас все не очень хорошо То есть у нас досюда до сих пор особо не достает Ну да, досюда у нас боеприпасы до сих пор не доехали Так, 33 врага у нас еще пришло 33 коровы Так, это что там такое происходит? Убить всех нахрен Ну да, серьезные пошли штуки-то И вот чтобы это восстановить Надо будет довольно серьезный кусок пиротита Поэтому у нас и получилась такая херня Наверное, самолетики имеет смысл еще забахать Самолетики имеет смысл забахать Чтобы они потом бегали и уничтожили там все Так, следующее на сотой волне Ну, ладно, что, давайте тогда, наверное, на этом прервемся Непонятно, сколько мы еще сможем здесь продержаться на этой карте Следующей серии тогда посмотрим Что мы там сможем придумать еще И заодно на каких-то нескольких боссов, я так думаю Спасибо, ребят, за внимание Удачи и всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok